Бывший 2010 год, это год 150-летия со дня рождения Густава Малера. И поэтому наш сегодняшний вечер первый, посвященный этой знаменательной дате. Тем более, что в дирижерской палитре Владимира Федосеева и в репертуаре оркестра музыка Малера среди самой значительной. В программу сегодняшнего концерта включены фрагменты документов и писем Густава Малера и музыка его двух симфоний. Музыка, вернее, фрагменты четвертой симфонии, которая была написана незадолго до свадьбы Густава и Армы. А также пятая симфония, написанная в первые и, может быть, самые счастливые годы их совместной жизни. Дирижер, народный артист Советского Союза, обладатель золотой медали Общества Густава Малера Владимир Федосеев. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вера Альма 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 Из маленьких вен, Моя милая Анюшка, Первый день позади, Роза ужасная, В спальне глушевый запах краски, В попытке кое-как совать вместе Разорванные клочки моего я. Чтение переписки вам рассказано. Для меня было настоящей радостью, Что я могу заглянуть в этот важный, Может быть, самый важный период жизни Неповторимого, дорогого, для любого человека. Очень хочется посмотреть на маленькие очки, Наши руки. Кстати, спрашивайте об этой улице. Целую вас всех. 1905 год. Вера, завтра в 8 утра ты будешь уже дома. Все, как ты будешь. Ванга, завтра, кофе с молоком. Мы ждем тебя очень. Твои анжели, бутсы и куки. Сердечко моё, я спешу за тем же столом, За которым сидел четыре года назад. И замечаю, что мои чувства теплее, не изменились. С такой же радостью и любовью, Возвращаюсь я мысленно к тебе, И с такой же радостью говорю тебе обо мне. Возвращаюсь. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Ах, Густро, когда ты смеешься, мне становится так легко на душе, как? Ну, расскажи, я уже умираю, уже попыта. Сегодня. Первым дверью на конкурсе логаристов в консервной лурии Чудно не получила госпожа. Имеющая большие приборные связи. Госпожа М чуть не стала лупьяным? Да. Весь двор был за нее, и даже Эрцгельсер Фердинану. Ей требоватило только одного голоса. Ее собственное. Ах, Густро. 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 Я уже полтора десятилетия веду больную с пустотой, непониманием из-за этого мира. Оценирую все неудобства и даже творости, которые ждут открывателя, что вам будет делать. Твоя музыка прекрасна. Почему? Я не могу понять, почему она не имеет бурного успеха. Главное – это не делать мнения современников своей путеводной звездой. Неуходно идти в жизни и в творчестве своим путем, не сворачиваясь, но из-за неудачи и не гоняясь за успехом. Пописать симфонию – это значит всеми средствами современной музыкальной техники построить мир. И что тогда? Что? Густо? Все-таки мне кажется, что теперь семя, которое я бросил, начало сходить. И как бы там ни было, меня несколько не радует, что это произошло теперь, и что ты, моя, ничего любимая, не будешь чувствовать всех этих террорий. Я останусь перед себе и теперь, потому что мы одно целое. Да, Господь, я хочу, чтобы мы побуждали и помогали друг другу гордо и столько. И мы это сделаем, мы будем сохранять равнодушие ко всем обстоятельствам, ведь это высшая честь, которой ты жаждешь. И ты наш то, что приняты решили. Спасибо, Павел. И? Да, Господь. Твоя любовь стала таким же условием моей жизни, как мысль и беремене связи. Мы должны радоваться, что есть хотя бы маленький кружок с водоходом искусства, для которого твои произведения много значат и стали виноватой. В нашей книжке многие могут понять, что выразительные средства определяются самой натурой автора, его натурой, а не его произволом или капризом. Милая, Анжи, я, извините, не сомневаюсь, найдется ли сейчас подтвердящая почва для моего искусства. Тогда у меня возникает ощущение, что я не доживу на тот час, когда придет моё минуту. Как раз полетает эхо из неверного мира. Субтитры подогнал «Симон» 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 Недавно нам это злой судьбой, А нам их путь, Нас ждут не мы и дали, Еще мы здесь гоим, Веков почек, Поскорим, Спыли в нас, Как звезды ночи. КОНЕЦ 1908 год, Нью-Йорк. ПОЖИТЕЛ, МЕКОПОЛ ДОНОВ КАВАЧАИ, ПОУНИТХИЛИ ВСЕ ЛИЦА, С КОТОРМИ ПРИХОДИТСЯ СЧИТАТЬСЯ, ИСПОРЧАЛИ И ВВЕДИНЫ В ЗАГЛУЖНЕНИЯ. НО, ПОЖИТЕЛ, В ОКЛИЧИЕ ОТ НАШИХ, ВЕНИК, НЕ ПРЕСВИЩИЛИ ЖАРНЫЙ ДОНОВОГО БОЛЬШЕСТЕМНИЙ ПРОЗНАТЕЛКИ. Я НЕ ДЕЛА, ЧТОБЫ СОСТАТЬ МАЛИРОВСКИЕ ОРКЕСТРЫ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ МОИХ СОБСТНЫХ ЦЕЛИ. ТЕБЕ ДЕЛА ТОЛЬКО ЗА Нью-Йоркцев. КАК И ПРОЗНАТЬСЯ ОНИ В МОЕМУ ПРОДЧЕСТВУ. В Нью-Йорке МЕЦЕНАНТКИ ВИНТЕР, МАЛИР, ИШЕЛИН, СОБРАЛИ СВЕТСКИ. С КУСКОМ ПОДПИСАН КОНТРАКТ, ПО КОТОРОМУ ОН ПОЛУЧИЛ РЕАРГЛИЗОВАННЫЙ ОРКЕСТРОМ Нью-Йоркской ФЛАРМОНИИ СВОЕ ВСТОРЯЖЕНИЕ. РЕАРГЛИЗОВАННЫЙ ОРКЕСТРОМ РЕАРГЛИЗОВАННЫЙ ОРКЕСТРОМ РЕАРГЛИЗОВАННЫЙ ОРКЕСТРОМ РЕАРГЛИЗОВАННЫЙ ОРКЕСТРОМ НА ЭТО РАЗ МНЕ ПРЕДХОДИТСЯ МЕНЯТЬ НЕ ТОЛКО МЕСТО, НО И ВЕСЬ МОЙ ОБРАЗ ЖИТЕЛЬ. РЕАРГЛИЗОВАННЫЙ ОРКЕСТРОМ Я и ВЫ, ВРОДИТЕ, БОГОНАДЫ И САМЫ, ПРИНОСИТЬ ОТКУДА МОЕ НАКРОСКИ, КАК СВОЕГО РОДА ДОБЫЧЕ�! В ПИСЬМЕРОНУ СТОЛУ Я ОДХАДИЛ, ТАК КАК КРЕСТЬЯНИЦ ХОДИТ В АВАРО. МНЕ НУЖНО БУЛОТО КО ОФОРОМЛЯТЬ МОЕ СИГИЗЫ! И... И я должен избегать всех, но на решениях постоянно влиять. Густав очень любил свою маму. Она была угрюмой скандальцем. Именно такой он хочет видеть меня. А я, в юности, я всегда была в центре внимания. Я сочиняла музыку. Салон моего отчего был одним из главных художественных центров вены. Мы общались с доктором Фрейгером. Классическое психоаналитическое уже концовство было. Все дело свелось к четырехчасовой совместной прогнозу. Я так понимаю, сказал Фрейгер, что ваша матушка с вами, Марина, так же, так точно, что вы женились по женщинам, с другими. А мне действительно всегда хотелось называть Анну и на второе время погибли. Фрейгер объясняет ситуацию так. Анна любила своего отца, и она всегда искала человека такого. Мой возраст, который меня так страшит, как раз и есть то, что привлекает во мне мою жизнь. Мне снятся трудные сны, мне страшно. Внутри меня образовалась пустота. И, говоря Анна, шире с тобой происходит все, что необходимо для роста души и стремления личности в выезде. И, говоря, тебе легко побоять, у тебя есть творчество. А что остается мне, мое творчество того? Я так и не поняла, почему в семье не может быть возле музыкантов. Веряю в том, что я всегда тебе проповедую. То, что мы оставляем за собой, какого бы оно ни было, только сброшенное Божие, обороченное, сущность этого не более, чем наше остаток. Уважаем. И сам вене же вне слова. Я говорю, что творчество излишне. Ничего это должно быть. Обязательно но. 1910-го. Нью-Йорк. Викры. Нежность отручения. И внутренних клинтисов. И дает мне идти всегда. Каждую неделю мы меняем планы насчет вашего будущего. Париж, Флоренция, Катр, Швейцария. О, ближайшее время. Мы посунуемся близ вера. Весеннадцатый мая 1911-го года. Верно. Густов лежал с отсутствующим взглядом, одним пальцем под тележурным надеянием. Губы его улыбались, и он дважды сказал, Монцар, Монцар, Глаза его казались очень горшими. Я хотел, чтобы мое погребение было исполнено, без лечения и без надежды. Его воля была исполнена. Но где-то на дереве пела птичка, волна пленей отрылись в весенние песни. Верно. 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 Птица. Верно. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Аплодисменты 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 Спасибо. 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 Спасибо.